Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 19 по 36. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, совет сотвориша фарисея на Иисуса и реша к себе, Видите, як оникая же польза есть, сей мир по ним идет, Бяху женец и эллини от пришедшей да поклонится в праздник, Си уба приступиша к Филиппу, и же бятви в Саиде Галилейске, И маляху его глаголюще, Господи, хощем Иисуса, видите, Приди Филипп и глагола Андреови, и паки Андрей и Филипп глаголаста Иисусови, Иисус же, отвеща има глаголя, приди час да прославится Сын Человеческий, Аминь, аминь, глаголя вам, аще зерно пшенично пак на земли не умрет, То едино пребывает, аще же умрет, мног плод сотворит, Любяй душу свою погубит ю, и ненавиди души своя в мире сем, В животе вечным сохранит ю, аще кто мне служит, мне да последствует, И где же есть масту, и слуга мой будет, и аще кто мне служит, Почтит его, Отец мой, ныне душа моя, возмутись, и чтой реку, Отче, спаси меня от часа сего, но сего ради придох на час сей, Отче, прослави имя Твое, приди же глаз в небесе, И прослави, и паки прославлю, народ же стояй и слыша в глаголаху гром бысть, И ни глаголаху ангел глагола ему, отвещай Иисус рече, Ни меня ради глаз сей бысть, но народа ради, Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, И аще ас вознесен буду от земли, вся привлеку к себе, Сие же глаголу шена знаменуя, кою смертью хотя шо умрете, Отвещай ему, народ, мы слышим от закона, Ека Христос пребывает вовеки, как от и глаголеши, Вознестись и подобает сыну человеческому, Кто есть сей сын человеческий? Рече же им Иисус, ище мало время свет у вас есть, Ходите донде же святымоте, да тма вас не имет, И ходя и в отмени весь камоидет, Донде же свят имоте, веруйте во свет, Да сынове света будете. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Фарисеи же говорили между собою, Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, И просили его, говоря, Господин, нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею, А потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И Иисус же сказал им в ответ, Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина говорю вам, Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, То останется одно, А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, А ненавидящий душу свою в мире всем Сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз И прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, Говорил, это гром. А другие говорили, ангел говорил ему. И Иисус на это сказал, Не для меня был глаз сей, Но для народа. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего, Изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, Всех привлеку к себе. Сие говорил он, Давай разуметь, Какою смертью он умрет. Народ отвечал ему. Мы слышали из закона, Что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, Что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, Еще на малое время Свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, Чтобы не объялась тьма. А ходящий во тьме Не знает, куда идет. Да коли свет с вами, Веруйте в свет, Да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел И скрылся от них. После торжественного входа Господа в Иерусалим К апостолу Филиппу Подошли эллины И просили его, говоря, Господин, Нам хочется видеть Иисуса. Под словом эллины Здесь нужно понимать, Собственно, греков, Но так называли в иудее Вообще всех язычников. По-видимому, Это были так называемые Празелиты, То есть обращенные В иудейскую веру язычники. Когда же апостолы Сообщили Господу Об этой просьбе, Он ответил, Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Ефимий Зигабен отмечает, Иисусу Христу Надлежало умереть тогда, Когда иудеи Осудят Его на смерть, И когда начнут приходить К Нему язычники. А теперь исполнилось И то, и другое, Так как упомянутые Здесь эллины Были язычники. И так Иисус Христос сказал, Наступило время Мне умереть, Потому что после смерти И воскресения Он должен прославиться Между всеми народами, Когда будет проповедана Евангелие во всем мире. Так как ученики и народ Могли истолковать Его слова О прославлении, В смысле обещания Каких-либо новых чудес, То Господь добавляет, Если пшеничное зерно Пав в землю не умрет, То останется одно, А если умрет, То принесет много плода. Так и смерть Спасителя Явится началом новой жизни, Умножением последователей Его Царства на земле. Александр Павлович Лопухин отмечает, Но эта смерть является Необходимым условием Для возникновения новой, Более богатой и разнообразной жизни. Он должен отдать свою душу Или жизнь для того, Чтобы спасение, Им принесенное, Вышло из ограниченных рамок Иудейства И стало достоянием всего мира. Готовность к самопожертвованию И есть то, Что отличает последователей Христа. А потому Спаситель вновь повторяет Непреложный закон Нравственной жизни. Любящий душу свою Погубит ее, А ненавидящий душу свою В мире всем Сохранит ее В жизнь вечную. Кто любит земную жизнь Свою настолько, Что не решается Жертвовать ею Для блага других, Тот в сущности Теряет все. Оберегая всечески Эту жизнь, Которая представляется Лишь мгновением В сравнении с вечностью, Он лишается блаженства Вечной жизни. А кто считает Вечную жизнь Выше этой мимолетной, Тот не задумается Пожертвовать ею, Если того требует Благо ближних Или торжество истины. Блаженный Феофилакт Отмечает, Всякий вообще человек, Который любит Настоящую жизнь И любит свою душу, То есть Исполняет ее Неуместные пожелания, Когда угождает ей Больше, чем должно, И не презирает смерти, Погубит ее. А кто ненавидит ее, То есть Не служит ей, Не преклоняется Перед нею, Тот сохранит ее В жизнь вечную. Нам же, дорогие братья и сестры, Следует помнить, Что Господь Обещает Щедрое воздаяние Своим последователям, Принимающим Его с верою И сохраняющим Верность до конца. А для того, Чтобы служить Спасителю И быть его последователем, Необходимо отречься от греха И приобщиться Святости Бога, То есть Идти за Христом Путем самоотверженной, Жертвенной любви, Терпения И служения На благо ближнему. Помогай нам в этом, Воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...